Субтитры сделал DimaTorzok Самая такая взрывная компания Daft Сделала лимитированную коллаборацию Вместе с рэпером Моргенштерном В этой коллаборации всего лишь Два вкуса и эти вкусы Названы в честь его Популярных треков Пасаси и Айс Вот эти банки у меня на столе Обратите ваше внимание Я сейчас курю вкус под названием Айс Это вкус фисташкового мороженого Вкус пасаси это вкус клубничного джема В целом вкус пасаси Я как-то не захотелось мне его пробовать Не хочу в общем я пасаси Я хочу айс Я вот курю и если честно Курица намного мягче чем Обычно курица Daft По горлу не бьет Поэтому давайте концепт Посмотрите Это банки из поданализов Да это банки для биоматериала Стоят эти банки 666 рублей за штуку Их всего было выпущено 6666 штук И фасовка по 25 грамм за 666 рублей Представляете себе 25 грамм табака 666 рублей В общем сомнительность этому концепту Также придает то что Моргенштерн в своих роликах Постоянно называет этот продукт дерьмом И как бы очень сильно заостряет на этом свое внимание Усердно трудились Я бы даже сказал тужились Поэтому дамы и господа Представляю вам Первое уникальное в мире Настоящее курительное дерьмо Кто не понял это говно Так сказать покурить Пососать настоящего дерьма Меньше слов Больше дыма Пора попробовать это дерьмо Ну учитывая особенности юмора Алишера И то что он в фите с Тимати Пернул ему в бит Здесь можно ожидать чего угодно Вы понимаете да Если тем более он называет Это прямо дерьмом Очень резонансным оказался Этот коллаб для кальянного комьюнити Во многих чатах В очень многих группах Обильно отстаивали свою позицию Как всегда то и два лагеря Это те кто были за такой концепт И те кто у спины и у рта Доказывают что это полный отстой Дерьмо в прямом смысле этого слова И они это курить не будут Мое личное мнение Это странно Это сомнительно Это вызывает смешанные чувства Это местами даже возможно рискованно Учитывая особенности юмора Алишера Но стоит отдать должное Как маркетинговый ход Это очень очень круто Потому что об этом говорят все И мне кажется не стоит уделять так много внимания Тому что Алишер называет этот продукт дерьмом Говорит попробуйте это дерьмо Это крутое дерьмо Стоит как бы понимать Что в первую очередь он все таки рэпер А в лексиконе рэпера Дерьмо это не так уж и плохо Потому что типа ну Когда говорят Давай покурим это дерьмо Там как кроет это дерьмо Это дерьмо реально круто Вставляет Ну вы понимаете да Это все таки такой жаргон Лексикон Поэтому здесь скорее всего это и подозревается Он не имеет ввиду что он Как во многих чатах подозревают Что он в каждую банку Может программу своего кала вложил Но это 666 банок Это нужно нормально Так ему было посидеть на горшке Поэтому вряд ли это правда Дорогие друзья не верьте Это какой-то псевдо хейт В общем Да продукт нормально Типа концепт классный Интересный Что-то необычное Да Возможно местами стремно Кстати Антоха оператор Старый добрый Как тебе концепт в общем И целом Интересно Ты уточнил именно то Что все об этом говорят Но если бы они сделали В обычной банке Кто-то бы что-то так обратил В обычной банке Уже сколько людей сделало Ну да Линейка Феромон Кстати С Айзой Показал что Ну может быть она еще Не того уровня Это вообще люди Ну и купят Кстати что самое интересное Кстати как тебе цена В шесть рублей за 25 грамм Да Дорогая реклама у Алишера Надо отбивать Он понимаешь В минус ушел И сейчас нужно все это возвращать Я понимаю Но зато с ним полноценная Отчасти коллаба получилось Не просто где-то постик Именно Именно то что я говорил В прошлом новостном своем Да Видосе Но есть одна проблема Все эти коллаборации Просто полное говно Потому что Никакого маркетингового сопровождения нет Просто делается какой-то вкус И все И ничего особенного Ничего нового Ничего классного Это вообще Пинкман с Киви Не знаю насколько это вообще Типа коллаборация в принципе Возможно это просто так звучит Оператор правильно подсказывает Действие верное Но подход отвратительный Нужно менять подход И тогда и действие будет оправдано Если делать То делай красиво Да Лучше не делать Тогда если не собираешься делать красиво Не хватает трека Вот если бы был Вот в этом маркетинге Еще бы трек какой-то Да Подстегивающий Вот это Типа Айсайз по соси По соси Айсайз Вот чем-нибудь такое Возможно было бы клево Но еще лучше Хотя уже намного круче Чем было С тем же тиманом С тем же гуфом Да и Невкусно Невкусно? Жестко? Вкус невкусный Хуйня Банда и наказание В общем Белорус пытался провести В Польшу 680 пачек табака Российского производства Пограничники не оставили Без внимания грузовик С белорусскими номерами И решили его остановить Задержать Что было сделано Не зря Потому что Они нашли в тайнике Под полом кабины водителя 68 килограмм табака А если быть точнее То это был Дарксайд и Берн В общем Поймали они его За яичишки Пытался он Пытался он Антоха провести Конечно На территории Белоруссии Украины немного табака Ну Берн я еще окей Понимаю зачем Дарксайд не знает Зачем он вообще вез Но попытка не пытка В общем поймали чувака Не смог он везти Я вообще не очень понимаю Почему между Россией и Белоруссией Украиной нет Кого-то крутого Таможенного союза Который позволил бы Передвижение всех Табачных изделий С акцизной маркой Трех стран По всем трем государствам Беспроблемным Но Как показывает практика Это достаточно проблематично Очень часто мне пишут Из Белоруссии Из Украины ребята С просьбой Отослать им табак Можно ли у нас что-то Купить в магазинах Можно ли у них там Открыть магазин Пока все это к сожалению Не очень представляется возможным Поехали дальше Очень опасное изъятие Дальше у нас произошло Дагестанские таможенники Отобрали у магазина 793 упаковки табака Стоит отметить Что вообще с дагестанскими Таможенниками Не стоит играть в игры И не стоит пытаться Их наколоть Потому что мало того Что ты будешь штрафован Но ты скорее всего еще Получишь возможность Полетать Дагестанскими авиалиниями За такие поступки Потому что Это не совсем законно Кстати Там Какой-то Табак ВР Они из Имали Ты знаешь Что это за табак ВР Антох? Я Не слышал Что-то даже Я вот тоже не знаю На картинке видно Что это за табак Какая-то странная Сомнительная упаковка Но также видно Что там есть чербетли Старый добрый чербетли Его очень часто Везде Отправляют из Турции Водой И не только Поэтому Короче В Дагестане Эта тема не прокатила Дагестанские таможенники На страже Но я не очень понимаю Какого хрена вообще Дагестанские таможенники Забыли в магазине Они должны Орудовать На территории Границы обычно И Это что было? Типа просто Зашли за табаком Купить себе Что-то покурить И такие А это что за ВР? Мы такого не знаем Безакцизного А ну иди сюда И сразу Очень странно Не пятили Может быть Ну в общем Ребята Будьте на чеку Поехали дальше Украина Таможня Пограничники И 1200 банок Мастхева Именно такая ситуация Произошла С ребятами Которые пытались Провести это все На территории Украины Из России Видно что на банках Расположена Российская акцизная марка Также стоит отдать Должное Пограничникам Они действуют Видимо Очень четенько Сразу к багажнику Всех из машины достали Всех построили Пустим Сейчас видео Тоже посмотрите Как это происходило Кстати видео Прям с рук Оперативника Это оперативная съемка Открывайте машину 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 Ну, в общем, дело плохо у ребят, полагаю, что им как минимум грозит большой штраф, а как максимум их нахлобучат как следует, поэтому поехали дальше. Ну и хедлайнер незаконного оборота табачных изделий этого выпуска, скажем так, Пабло Эскобар Муасселя. Да, Антон, оператор, как ты думаешь, сколько попытался провести контрабандист табака на территорию Украины? Я тебе скажу подсказку, дам, что это за табак, это щербет ли. Примерно, есть у тебя понимание, сколько это могло быть? Уже ли больше, чем мастхэв? Да там мастхэв так, в корзинке занесли, знаешь, продуктовый. Из России точно везли. По-любому не из России. Ну, у тебя есть хоть легкая догадка, сколько это может быть? Это автотранспорт. Максимум, мне кажется, пару тонн куда спрятать. Неужели они прям в открытую его запихали в кузов и излили? Смотри. Интересные ребята. Как? Как? Куда? Ну, давайте мы просто покажем нашим подписчикам, как и куда. Посмотрите, как они пытались все это дело спрятать. Очень неплохо. Ну, если перевести там, да, в пачки, то сколько там, 15 тысяч блоков щербет ли? 150 тысяч упаковок по 50 грамм получается, да? Ну да. 150 тысяч упаковок по 50 грамм. Вот такая контрабанда. Вот мы на фотографиях видим, что даже одна пачка была вскрыта. Это поэтому они, да, протекшие? Да. Наглым образом была вскрыта. Видимо, была продегустирована. Очень жаль, что не получилось у этого чувака провести в Украину хоть немного, хоть какого-то табака. Главное, что не поддельного, потому что у них там курить толком вообще нет ничего. Но я все-таки все равно за акциз. Так не делайте, это плохо. Его нахлобучат еще куда сильнее. Ему грозит точно уголовка. Это контрабанда в особо крупном размере. Парень просто так не уйдет. В общем, не делайте так. Курите акциз и покупайте его у нас. Погнали дальше. Следующая новость – это новинки. Интересные новинки коляной индустрии, дорогие друзья. Табак Элемент презентовал линейку своих новых вкусов. И также некоторые из вкусов, которые были в линейках, одних перекочевали в другие. В общем, вот список. Чтобы я не перечислял, вам так будет проще. Просто нажмите на стоп и посмотрите. Как раз почитайте, как ко мне обращаются кальянные производители. Очень мило. В общем, Элемент запустил пиноколаду. Самый главный вкус, который здесь есть из новинок. Это этот микс стар как мир, но он беспроигрышный. Нравится очень большому количеству людей, как мужского, так и женского пола. Но самый крутой вкус, который здесь, в принципе, есть, и который я вам вот прям очень сильно советую попробовать – это куки монстр. Это земляничное печенье. И, наверное, это вкус у элемента, который переплюнул их в вафли. Очень крутой десерт. Я его пробовал, и он мне очень зашел. Если честно, из основных вкусов я попробовал только орбиту, и я попробовал только тропикану. Орбита – ну, это мятная жвачка. Ничего такого прям удивительного в этом вкусе я не увидел. Во вкусе тропикана. Ну, это сочетание маракуйи, манго и какая-то сладость персиковая, по-моему, там тоже есть, присутствует. Ну, в общем, тоже ничего необычного. А вот земляничное печенье – крутой топ. Новинки от элемента. Они вот здесь, в списке. Вы посмотрели, если что, пробуйте. А теперь давайте покажем кальян, который делают те же ребята, что и производят элемент. Это компания Пандора. На самом деле, если кто-то из вас не знал, это одни и те же люди. И, наконец-то, они поняли, что хватит делать китайское дерьмо. В общем, если вы помните, компания Пандора уже представляла нам свои кальяны, но они люто попахивали жесткой китайщиной, и как-то не очень сильно они мне, ну, прям нравились. Они были прикольные, прикольного арабского концепта, с современной изюминкой, но чего-то им не хватало. И вот, спустя столько лет, Пандора представила нам новую модель своих кальянов. Это модель Falcon. Ну, так называлась ракета Илона Маска, и, в принципе, сам концепт этого кальяна выполнен вроде в виде ракеты. Но в нем есть огромный минус – это его продувка, потому что она очень сильно плюется. Просто кошмарно. Выглядит он прикольно, концептуально, немного скучно выглядит он в основании. Я бы что-то придумал с дизайном именно вот в основании. Так, сама шахта интересной формы. Ну, блюдца – это беда. Но это… Я уже смирился с тем, что у 80% производителей блюдца – это ублюдца. Стоит этот кальян 6700 рублей. Кстати, очень даже недорого. Хороший конкурент Юниону. Ну, Юнион, все равно, как-то, мне кажется, пока более завершенный концепт кальянов. Учитывая, что это только начало, я думаю, что у них много всего впереди. Нормальный старт, наконец-то, дан. Развивайтесь дальше, делайте этот кальян круче, прикольнее. А мы на нем, может, пару так сделаем. Посмотрим, как он тут курица. Ну, курица неплохо, комфортно, как кальян. Слышите, да, звук воды, которая там не знает, куда деться? В общем, курим на ракете сегодня айс. Говеный полет у нас сегодня оказался. Кстати, неплохо курица. Я даже подумываю покурить по соси. Удивили, если честно. Да, если честно, дафт всегда бил по горну и курился дискомфортно. Но если быть максимально честным, то реально намного лучше курица. Чисто по качеству курения продукт стал лучше. Ну, дорогие друзья, в общем и целом, как-то так. Новинки от компании Element Pandora одни и те же ребята. Делайте вывод сами, я рассказал. Хочешь попробовать кальян? С чем он? Ну, он без аромки. Сапсан. Невкусный. Ну, здесь дело не во вкусе. Ты, типа, нормально? Попробуй-ка и покури. Я че? Да какая разница, продуваешь ты его или нет. Он очень крепкий. Я, короче, понял. Походу, баба это херня не берет. Помнишь у нас во время вечеринки здесь, когда мы проводили этот конкурс, кто больше, типа, сделает тяг? Выиграл же девчонка. И сейчас она курит, ей просто пофиг на крепость. Ну, он крепкий, но невкусный вообще. Я понял. Спасибо большое. Не, не за что. Что за кальянка? Что за кальянка? Это месть королевы Анны от Сатира. Итак, дорогие друзья, следующая новость. Это выход нового вкуса от компании Сатир. А именно, вкус называется месть королевы Анны. Это название не только королевы, имя, не только королевы, но и название пиратского корабля пирата Черной Бороды. И он очень крепкий. Этот табак и этот вкус, это без аромка, имейте в виду, стоит 790 рублей за 100 грамм. Это просто людь какая-то. В общем, производитель говорит, что для того, чтобы накуриться, нужно где-то 10 тяг. Ну, прям, не прям производитель, а скорее один из амбассадоров, Александр, сказал, что за 10 тяг тебя это положит. Вот давайте попробуем, Антон. Ты будешь пробовать этот крепкий кальян? Не очень хочу. Ну, надо как бы оценку-то дать. Продувать нельзя, сказали. Вот типа без продувки 10 тяг. Попробуем? Итак, оператор, 10 тяг не продуваем. Я начну? Начинай. Я подержу. Я думаю, у меня хватит 5. Или 2. Не курю. Да. Или как дают легкие? Нет, и все вместе. Все вместе? Да. Деньше уголовное. Это я только... Первым кальяном, сутрицатый. Это мы здесь не обязательно. Я посижу, пойду. Перерыв, пацанам, мне нужно 15 минут. На самом деле, вот если вы холодный, да, и там, спасибо, водичек, мне кажется, спокойно его можно будет затягивать, даже в день ухудши. Ну что ж, дорогие друзья, вы сами все видели, мне даже пришлось найти присесть ненадолго, потому что действительно очень крепко. Сделаю последнюю тягу за вас, родненьких, и к следующей новости. Прямо как водку надо вот сначала и чем-то занюхать потом после тяги. Все, поехали дальше. Следующая новость про Бонни и Клайда кальянной индустрии. В Хука Маркет украли телефон сотрудницы. Давайте посмотрим, как это было. Мы видим, что девушка отвлекает консультанта по продажам. В данном случае это тоже девушка. И мы видим, как мужчина, подельник, делая вид, что разговаривает по телефону, пытается украсть телефон. И в определенный момент он все-таки это делает. Как-то вот так. Поэтому, дорогие друзья, владельцы магазинов, если вдруг увидите эту парочку у себя на пороге, лучше сразу пробивайте двойку, чтобы ничего у вас не украли. И лучше пробивайте сначала девушке эту двойку, чтобы она вас не отвлекала. Поэтому будьте аккуратны. Это, конечно же, шутка. Лучше вызывайте полицию, она их нахлобучит куда круче и сильнее, чем вы. Будьте внимательны, знайте этих людей в лицо. Антох, слушай, что ты думаешь, что с такими делать нужно? У нас в магазинах такого случая пока не было. Потому что у нас все грамотно, все уложено так, и вся мебель расставлена так, чтобы не было подхода у человека к нашему имуществу. Но сам факт, вот что делать? Как вот с такими бороться, как ты думаешь? Да никак, если не поборешься. Они всегда были, будут. Писать заявы? Думаешь писать заявы просто, да? Ну, всего скорее, да. Как камеры ставить обязательно, чтобы все охватывать. А знаешь, что в Бразилии делают с такими людьми? Что-то, ну, стреляют? Да, да, ну, просто вот так ты сводишь ладошки, и тебе вот простреливают руки. Да, одной пулей. Две жалко. Поэтому просят всегда, да, вот так сложить друг с другом. Ну, типа ты хлопаешь. И стреляют. Либо бьют палками, если что-то, ну, незначительное украл. Но если ты украл айфон, скорее всего, даже две пули для тебя не жалко. Я думал, там более цивилизованное. В Бразилии? Да. Ну, нет. Поэтому не делайте так, это грех. Поехали дальше. Короче, последняя на сегодня новость. Но не самая, скажем так, неинтересная, раз уж последняя. Короче, я бы даже сказал, не уступает Моргенштерну с давтом эта новость. Все вы знаете, кто такой Анастасия Волочкова? Это первая балерина России, самая крутая, самая известная балерина в России. Угадайте, что она делает? Шпагат. Это понятно. И не только. Она много чего умеет делать с помощью своего шпагата. Я уверен. Но в данном случае она рекламирует кальянный магазин и производителя кальянов Альфа Хука. Можете себе представить. Вот фотографии его сделаны у нее дома. Она курит на белой Альфа Хука, на ананасе. Все прям солидно, мега круто. Также она оставляет у себя в инстаграме ссылки на этих производителей и на магазин кальянов, который ее снабжает. Это вообще типа пипец, как офигеть, прикинь. Главная балерина страны отдает свое предпочтение кальянам. Это многое значит, потому что все-таки Анастасия Волочкова это женщина, на которую равняются очень-очень многие дамы. Ну, ее статность вот эта, да, вот. Многим она не нравится, я знаю. Многие ее очень сильно хейтят, обвиняют в том, что она не только балерина, но еще и другими делами занимается для заработка. Но мне это не важно. Мне важно, что это действительно в России признанный, но это не артист, это артист, это не артист, да? Лидер мнений. Ну, не то, чтобы лидер мнений, это... Я бы даже назвал... Даже как-то... Амбассадор уже кальянной индустрии. Амбассадор кальянной индустрии в мире балета. Да, я знаю. Но это было сначала, знаешь, так, мельком, а теперь это такая уже постоянная основа. То есть мне очень приятно знать, что такая талантливая девушка, как Анастасия Волочкова, блин, в нашей индустрии крутится. Это очень круто. Можно сказать, из известных личностей она, как бы, знаешь, мне некоторые брезгуют, наверное. Признать, да. Признать, что они курят кальян и даже рекламировать. Боясь того, что, скорее всего, публика, да, не поймет их этого? Да, да. Особенно старшее поколение. И даже не то, что, знаешь, там, да, я курю кальян, а именно прям в соцсетях своих продвигать и рекламировать даже более того. В общем, это круто. На самом-то деле. Это культурная, духовная составляющая нашей страны. Она тоже отдает свое предпочтение к кальянной культуре. Поэтому Анастасия Волочкова, большое вам спасибо. Вы очень крутая женщина. Если вы любите грамотные кальяны, звоните, ищите меня. Сегодня мы приедем, забьем вам пару чаш, и это будет топово. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, все. Спасибо вам, что вы были с нами. Оператор, спасибо тебе, что ты помог мне сегодня со всем этим разобраться. Как всегда по традиции, дорогие друзья, вам необходимо подписаться на мой канал на YouTube, вступить в нашу группу ВКонтакте, Хука Тайм Клаб, подписаться на наш Инстаграм, Хука Тайм Клаб, на мой личный Инстаграм, Айка, что я его активно веду, чтобы вам нравилось. И обязательно в комментариях отпишите, как вам вообще этот формат новостной, нравится вам он или нет, что в него добавить, что бы вы хотели привнести в этот формат, и что из него, возможно, стоило бы вообще нахрен убрать. Поэтому курите правильные кальяны, будьте молодцами, занимайтесь спортом. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok